Я приветствую вас, дорогие друзья! Спасибо, что вы зашли на мой канал. Сейчас я хочу показать все то, что съела моя кожа за весну. Ну, некоторые вещи, конечно же, которые мне не подошли, я презентовала своим знакомым, друзьям, родственникам. Ну и, соответственно, каких-то вещей здесь нет, но что-то основное, то, что я допользовала до конца, я, естественно, вам покажу. Ну, давайте, наверное, начнем с ароматов. Вот такой аромат от Prada. Это классический пудровый аромат. Довольно сложный, довольно душный. Использовала я его зимой, в основном и осенью, или весной. Но никак не летом. То есть такое весной, когда прохладно. Ну, там буквально какая-то капля осталась, уже сложно ее брызгать. Отдала я его ребенку своему, дочке. Ей 17 лет, так что уже она пользуется духами. И вот она его как-то так довела до конца. Буду ли приобретать еще? Ну, не знаю, вряд ли. Я немножко, думаю, отдохну от него. Слишком уж это такой тяжелый для меня аромат. Буду убирать сразу же все, о чем мы с вами поговорили. Blumarine Bellissima. Духи очень хорошие, стойкие, имеют в основе горечь такую в аромате. Очень изысканный, красивый аромат. Единственное, что с собой их не возьмешь, по той простой причине, что, вот видите, очень ой, вот такая вот тяжелая, просто огромная шайба сверху. То есть просто вот слышите, как она катится? Очень тяжелая. Но эти духи мне очень понравились. Они элегантные и они такие, я бы сказала, дорогие. Дорогой у них аромат. Но они действительно сами по себе в общем-то не дешевые. Но посмотрите, попробуйте его. Мне очень нравится. Очень хороший, дорогой, горьковатый аромат. Чагабана. Там тоже какая-то капля осталась. Тоже я отдала их уже своей дочке. Устала от них. Но довольно сладкий, знаете, такой аромат на холодное время года. И он такой, конечно, очень богатый. То есть его нужно, ну, буквально одну каплю, чтобы не задохнуться самому и чтобы вы никого им не удушили. Так что с ним, пожалуйста, аккуратнее. Но для тех, кто любит сладкие, такие вот пудровые, насыщенные ароматы, попробуйте. Я думаю, вам очень понравится. Это Булгари Жасмин. Воин де Жасмин. Ну, это на любителя, конечно, аромат. Мне его подарили. Капля там какая-то опять же осталась. Отдала опять дочке. Потому что просто устала немножко от него. такие вот цветочные, сильно цветочные фруктовые ароматы, очень цветочные, я не очень люблю. Как-то не сильно угадали с этим ароматом. Он легкий, он, конечно, весенний, но вот все, что оставляет такое кисленькое послевкусие, мне не очень нравится. Ну, а дальше смотрите сами, приобретать ли его. Я точно не буду больше приобретать. Потрясающая фирма Мизон. Наверное, вы все ее знаете. Кремы и маски и сыворотки этой фирмы я использую часто. И они для меня просто находка. Почему? Потому что они не липкие, прекрасно впитываются и они оказывают очень сильно увлажняющее действие. В данном случае это Special Solution Good Night Rucal Care Sleeping Mask. То есть это ночная маска с улиточной. И эта масочка была, вот я ее прям до нуля использовала, вот совсем ничего не осталось. Она, конечно, была самая удачная, я бы так сказала, по уровню липкости и насыщаемости влагой кожи с утра. Вообще все маски ночные довольно липкие. Мне это не очень нравится, мне это не очень подходит. У меня еще осталось две маски корейские. Когда завершу их использование обязательно с вами поделюсь. Но, наверное, маски я больше покупать не буду, потому что, конечно, прилипаешь к подушке и не очень это приятно. Но вот Mizon была самая из них комфортная. Самая комфортная. Это Diaproze, это Ampoule, это тоже корейская фирма, это уже как и Mizon не дешевая косметика. Snail Recovery Brightening Ampoule, то есть осветляющие. это Whitening and Anti-Rickle, то есть против морщин и осветляющие. Ну и довольно оно комфортно, я вам скажу, очень быстро впитывается, очень приятное дает увлажнение, кладется оно под крем, наверное, вы знаете, это шаг в уходе корейских женщин, которые они делают именно такими определенными периодами, то есть это период, допустим, месяц они пользуются этой сывороткой, дальше делают перерыв, далее опять месяц пользуются, потом опять перерыв, то есть это такое экстренное, очень сильно насыщенное средство для того, чтобы ваша кожа подтянулась, приободрилась и стала более, выглядела более молодо. Прекрасно, я еще буду их приобретать обязательно, когда у меня закончатся другие. Вот почему я их перепутала с Mizon, как раз вот сейчас я пользуюсь подобными от Mizon. Сейчас хотела бы вам показать еще крем от Mizon, это был коллаген Power Firming крем, значит, это интенсивная как бы Firming Solution, ну то есть в общем поддержка для овала лица, да, такое интенсивное питание, как вы видите, крем этот мне очень понравился, настолько, что вот я даже срезала, чтобы каждую-каждую капельку использовать, это коллаген, то есть это то, что помогает нам собственно впитываясь поддерживать наши такие вот коллагеновые пружинки и держать кожу в таком более упругом состоянии. Чудесный крем, волшебный совершенно, здесь 50 миллилитров, впитывается полностью, не оставляет ни жирного блеска, не оставляет никаких ощущений липкости, он настолько съедается кожей, ну, по крайней мере, моей сухой кожей, он съедается просто стопроцентно полностью, представляете, у меня такого вообще давным-давно не было, точно так же, вот как и улиточное средство, которое я вот вам сейчас показывала, диапрос, он впитывается полностью, я буду его еще обязательно приобретать, как только у меня закончатся другие средства. в банком у меня был вот такой крем Hydra Zen Night, то есть это Narocam, то есть это успокаивающий такой крем ночной, он был не жирный, он скорее был такой более желеобразный, я не увидела никакого эффекта, честно говоря, кроме легкого увлажнения, то есть вот средства дорогие, как вы знаете, Lancome, это линейка Lux, но вот кроме увлажнения, которое в общем-то дает все остальные средства, я не заметила, так что нет, я не буду приобретать такие средства по такой цене, лучше я приобрету несколько белорусских средств, или корейских, или французских, но уже аптечной серии, которые стоят в три раза дешевле, да, ну, коробочку оставила, баночку, для того, чтобы использовать там тон, может быть, смешивать тон, она удобная, вот такая тяжеленькая баночка, которая будет стоять на столе, и не вызывать, в общем-то, никакого ни у кого раздражения, вот такая коробочка, в которой я мелочь сложила, вот такие кремы, Olay, моментальный корректор морщин пролонгированного действия, ну, приобретала я его изначально маме, Regenerist, такая была серия у них, ну, она как-то не стала им пользоваться, я забрала просто как, так сказать, блюринг, затирка пор, то есть, фактически, это силиконистая такая штучка, сейчас просто уже выбрасываю, потому что срок годности уже вот давным-давно истек, ну, неплохое средство, да, действительно затирает, наверное, морщины, если бы у меня были, это тоже было бы заметно, что затирает, но пробовал мамами, да, действительно эффект виден, но в общем-то, как и все средства на силиконовой, такой сильно силиконовой основе, они все делают кожу более гладкой, ну, если хотите, можете попробовать, я, конечно, такую больше приобретать не буду, просто нет смысла, стоит он не очень дешево, прям так скажем, вот такой еще крем, крем-сыворотка от Венус, это итальянская фирма, продается она во многих местах, в том числе, я видела ее в Литуале, приобретала там в Литуале, значит, это средство для груди и зоны декольте и шеи, ну, якобы, вот такой фирминг анти, ну, против морщин, против растяжек и так далее, ну, вы знаете, большого эффекта я не увидела от него, но, в принципе, бутылечек удобный, если кому-то нравятся такие маслянисто-кремообразные сывороточки, может попробовать, вообще, Венус неплохая компания, но вот я пользовалась этой фирмой до того, как начала ухаживать за собой более детально, то есть, я покупала у них крем, покупала крем, под глаза, ну, дневной, ночной и под глаза и максимально вот эту вот вещь для зоны декольте и все, больше я до 42-3 лет вообще ничем никогда не пользовалась, я не делала никакие маски, никакие скрабы, фактически, ну, я не использовала и, в общем-то, мне этого было достаточно, вот сейчас я почувствовала, что есть потеря некоторой упругости и мне нужен дополнительный уход, вот и, соответственно, я теперь ухаживаю за собой более детально, кому будет интересно, я обязательно сниму видео об уходе, и так, приобретать я больше это не буду, однозначно, я считаю, что вещи должны быть более функциональны, вот потрясающая вещь, отбеливающий крем для лица Медовея, это наш российский бренд, солнцезащитное действие, плюс тут еще есть слегка, то есть, это здесь пчелиные, молочко пчелиные, фруктовые кислоты, ну, не знаю, как солнцезащитное действие будет, если это фруктовые кислоты, ну, то есть, по крайней мере, наверное, им можно пользоваться, имеется в виду, в том числе и летом, то есть, оно как-то глушит, глушит действие кислот, здесь мощнейшее отбеливание, вообще-то, вот именно этот крем и помог мне справиться с большим количеством пигментных пятен, за что я ему очень признательна, приобретала я его в Сочи, и производится он ИП Цыганов, город Сочи, вот, и, соответственно, изготовлена Корвелл Фарма, Краснодарский, Красногорский район, ну, в общем, это наш юг, юг России, если вы там будете на юге, где-то в Анапе, в Сочи, ну, в общем, где-то у нас на юге, обязательно приобретите и попробуйте, но он довольно, такой, я бы сказала, щепучий, то есть, чтобы вы были готовы, у кого очень чувствительная кожа, попробуйте где-то на другом месте, но он такой, знаете, вот тут осталось буквально чуть-чуть, его, попробуем сейчас выдавить, я покажу вам, первое время, он немножечко, знаете, такой вот беленький, белый такой, потом, потом это проходит, он впитывается, у него очень приятный аромат, он не раздражающий такой, он, по крайней мере, мою кожу, то есть, я чувствую, я ощущаю, вот это вот легкое покалывание, но не до такой степени, чтобы прям потом бежать его смывать, он выбеливает чуть-чуть кожу, ну, буквально вот на один тон, буквально на один тон, не больше, то есть, ну вот, видите, вот натуральная рука, вот с кремом, то есть, чуть-чуть, вот немножечко есть такое, знаете, что стоит он в районе 200-250 рублей, что-то прям совсем такой недорогой, но тут его много, 75 грамм, так что хватит надолго, вещи очень хорошие, очень, им довольна, это маска рифтинг от Vitex, и это, соответственно, белорусская косметика, коррекция морщин, ретинол и магний, у меня такой крем еще остался под глаза, вот Vitex мне очень нравится, маска рифтинг, ну, для маски, конечно, ее здесь очень немного, вы знаете, 100 мл, то есть, они у меня закончились, ну, просто муминусно, как вы понимаете, эту маску можно, кожа лица, шеи, декольте, то есть, если нанести на декольте, и на шею, и на кожу лица, густым-густым слоем, чтобы потом она смывается, то, конечно, ее хватит ненадолго, но эффект, да, действительно приятный, кожа такая напитанная, очень увлажненная, кожа светится здоровьем, ну, какое-то время, по крайней мере, и есть такое ощущение, чуть-чуть подтяжечки, да, действительно есть, то есть, World Minsk, действительно хорошая маска, то есть, смотрите, ретинол и магний, как вы знаете, в борьбе с морщинами, наши верные друзья, наверное, если я, у меня закончатся все масочки, я ее тоже приобрету, так, ну, вот еще одна масочка, увлажняющая алоэ хлопок, маска для лица, Even Natural, ну, что я могу сказать про эти маски, легкое увлажнение они дают, я использую их, забираю их с собой в сауну, вот такие маленькие масочки, ну, когда-то много их накупила, и теперь я ими пользуюсь, то есть, я наношу прямо в сауну, на чистое распаренное лицо, и туда же ухожу в сауну на минут 5-10, там, сижу с ней, с этой масочкой, то есть, зону декольте, распределяю по всему телу, тоже в том числе, ну, здесь в основном, такие глицеринистые соединения, есть экстракт хлопка и алоэ, ну, то есть, все, что успокаивает, увлажняет, ну, неплохие масочки, ну, конечно, они недорогие, как вы понимаете, что-то там в районе 100 рублей, но они и не сильно эффективны, то есть, так, чтобы что-то было, если вы хотите, можете, конечно, приобретать, но я все-таки склонна к более, приобретению более таких активных масок, ну, вот, например, 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 хочу с вами поделиться отличными масочками, от Organic Kitchen, очень демократичные цены, что-то в районе 100 рублей, вот за такую банку, маска называется Тихий час, масла, маска восстановления для лица, здесь йогурт и папайя, то есть, они смешивают такие вкусные, всякие вкусные-вкусные масочки, получается, у них смешивают они ингредиенты съедобные, ну, и столько все, отличный аромат имеет, они настолько хорошо увлажняют, и подтягивают, и просто прелесть, просто прелесть, за такую цену, я считаю, и баночка удобная, потом ее как-то использовать можно, если есть такая нужда, да, в чем-то там, под таблеточки, или под, даже ватные диски, ну, под все, что угодно, в дороге, вот такие вещи обычно пригождаются очень, вот такая замечательная была масочка, как маркетолог, по второму высшему образованию, не понимая, насколько они с такими демократичными ценами, выдерживают, такую вот, ценовую политику, да, придерживаются довольно низких цен, потому что, конечно, похожие маски, например, в лаж, стоят в 6-7 раз дороже, вот, например, это свежая маска для лица, здесь содержался, я потом уже посмотрела, здесь содержался киви, на который у меня, к сожалению, аллергия, я не могла им пользоваться, отдала его дочке, но она тоже как-то не сильно им пользовалась, и поскольку это органическая такая косметика, в ней очень мало консервантов, либо они натурального растительного происхождения, когда мы открыли эту масочку, где-то через месяц, она стояла в холодильнике, представляете, она вся проросла, то есть, там была плесень, который с удовольствием кушал этот свежее, смолотые киви, я решила, конечно, не тратить такие огромные деньги на маски этого магазина, больше, больше я покупать такие маски не буду, просто нет смысла кормить плесень, и особого, в общем-то, эффекта я не увидела. Еще одна потрясающая маска, Organic Kitchen, укол красоты, маска лифтинг для лица, свежее яблоко, органический рыбушь, вот пример прекрасного результата и очень демократичной цены, то есть, цена до 100 рублей, здесь целых 100 миллилитров, вот, смотрите, да, и огромная-огромная разница между вот этим бессмысленным совершенно за 400 с чем-то там рублей, да, средством, и вот этим за 90 или 80 рублей, то есть, здесь его еще и меньше, и он очень быстро портится, и здесь его в два раза больше, и он очень эффективный, смотрите, вот они такие, в основном, как желеобразные, такие прекрасно лежат на лице, вот это охлаждало очень сильно, такое приятное ощущение свежести, такой подтяжки на лице после нее использования, то есть, они все наносятся, держатся какое-то время и, соответственно, смываются, очень вам рекомендую, потрясающая маска, пробуйте, пробуйте, органический, китчен, рулит, так, Атлантис, очищающее средство для кожи совершенно бессмысленно, мне показалось, здесь было просто, просто, одна соль, стоило это бешеных денег и это соль, то есть, в районе 500 рублей обычная соль, я не вижу смысла вот в таких, в таких средствах, которые, вот смотрите, содержат морскую соль для отшелушивания, очищения, органические лаймы для снятия, для сияния, масло авокадо для смягчения кожи, вот не вижу я смысла такие вещи покупать, я делаю их сама, я обязательно вам покажу, как это делается правильно, да, для того, чтобы не травмировать кожу, и что вы можете взять с собой в сауну, обязательно для вас покажу, если вы, опять же, будете заинтересованы, вообще, все, кто меня смотрит, пожалуйста, откликайтесь, пишите отзывы, совершенно любые, я знаю некоторых людей, которые меня смотрят, но почему-то они стесняются написать отзыв, напишите, пожалуйста, хорошо, я буду ждать. Следующий на сегодня продукт, Шанель Шанс, парфюмированный такой крем, который идет в комплекте с Шанс, Шанель Шанс, духами, крем, что я могу про него сказать, да, полная копия аромата Шанс, это вот первый Шанс, который вышел, розовенький, абсолютно легкий, хорошо впитывается, очень хорошо носить его летом, когда вам нужно чем-то увлажниться, и одновременно вы не хотите использовать, как я и говорила, я не очень люблю использовать духи, вам рекомендовала бы начать пользоваться вот такими более легкими средствами на лето, у меня еще несколько парфюмерных кремов осталось, соответствующих моим любимым ароматам, так что духи сейчас пока буду отставлять в сторону, пользоваться только вечером, либо в какие-то прохладные дни, ну, надеюсь, таких будет немного, и вот мы подошли к концу нашего ролика, сейчас у меня осталось в руках только вот эта чудесная кружечка кофе, видите, я уже выпила, Сочи.ру 2014, и наша семья принимала участие в этом проекте, точнее мой муж, он занимался организацией светового, световой части, то есть свет, красота, вот это все, которое вы видели по телевидению, все это шоу, он был главным консультантом во всем этом действии, и, соответственно, у нас вот много таких всяких разных сувенирчиков, что очень приятно. Ну, а сейчас вы видите именно те средства, которые я обязательно рекомендовала бы вам попробовать. Спасибо большое, что вы были со мной, и выдержали весь этот длинный ролик, я надеялась, что я буду для вас полезной. Обязательно напишите свои комментарии, для меня это будет очень важно, ваши отклики, именно для этого я и делаю ролики, я хочу ориентироваться на ваше мнение, на ваши вкусы и на ваши желания. Я прощаюсь с вами, будьте благодарны за все, что имеете, желаю вам удачи, пока! Пока!